всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет снова такой небольшой влог я покажу что я готовлю я приготовила на обед у меня 5 2 супчика здесь у меня вот такой борщ это даже больше не борщ это свекольник я замораживала смесь свеклу зелень морковку и помидорчики вот я бросаю в бульон добавляю сюда картошечки немножко сосиски там у меня было две штучки оставала сюда бросила это у меня детки с удовольствием едят такой суп и здесь у меня рыбный суп я просто рыбным бульон добавляю немножко риса обжарку и вот рыбка у меня рыбки немного потому что голова и хвост было вот такой тоже очень вкусный я сама люблю такой суп и и также вот такой салат его очень многие наверно знают это селедка под шубой без селедки то есть только шуба здесь у меня слоями картошка все на терке на терто картошка сверху я обмазала мне чуть-чуть майонеза было лук репчатый немножко морковки тоже немножко потому что мои не любят свекла потом снова промазала майонезом и сверху потерла яичком такой салатик многие знают наверное то есть как обычно селедка под шубой только без селедки очень вкусно меня старший сын не любит селедку а вот такой салатик очень-очень любит и может тоже нравится так что приготовила вот так вот выглядит разрезе салатик у меня такой небольшой получился вот но вкусно так вот мои кушать и вот хочу вам показать я приготовила вот этот булгур который купила в магазине перекресток это у нас сделано в карелии марка называется ярмарка в составе булгур крупные пшеничная крупа овощи сушеные томаты лук репчатый паприка красная чеснок кориандр молотый я приготовила так как написано здесь на пакетике то есть вот я высыпала смесь кипящую подсоленную воду давала до кипения накрыла крышкой и варила 20 минут а потом добавила сливочного масла то есть 250 полгура это целая упаковка получается и 600 миллилитров воды сделала как здесь написано и вот такой вот вкусненький просто не знаю аппетитный ароматный он получился если вы где-то увидите я очень рекомендую быстро то есть готовится как не знаю как греча только получается вкуснее засыпали в кипящую воду 20 минут на медленном огне постояла и все и вкуснейшее блюдо готовы я уже попробовала единственно что я немножко маловато положила соли побоялась пересолить но ничего страшного и вот такая вот просто вкуснятина получается здесь вот прямо кусочки сушеных овощей ну в основном я так понимаю что это помидорчики и болгарский перчик но получается очень вкусно и ароматный я очень рекомендую видите обязательно возьмите себе купите и не буду есть вот этот вот салатик чука который я показывала я действительно его ни разу не пробовала в общем сейчас все буду пробовать и так я сегодня решила еще сделать торт наполеон в покупках из ленты вы видели я приобрела вот такое тесто слоеное 365 дней без дрожжевое я готовлю этот торт впервые вообще первый раз до этого вообще никогда не готовила в общем нашла просто в яндексе забила торт наполеон и что-то да у меня вдохновение в общем нашла там такой простенький рецепт значит я раскатала вот это тесто разморозила и раскатала вот получается такая небольшая толщина у меня взяла обычную тарелочку вот такую кругленькую и вырезала вот такие кружочки у меня получилось из двух упаковок четыре вот таких кружка и вот это тесто у меня пойдет на обсыпку то есть я его тоже запеку и потом раскрошу и обсыплю общем все нужно положить на бумажку смазанную маслом и делать вот такими вилочками такие ну как потыкать в общем вилочкой и выпекать при температуре 200 градусов 15 минут так написано по рецепту так я и буду делать вот один корзик я уже поставила единственное я его забыла потыкать вилочкой вот ну ладно будет такой в общем сейчас испеку все эти коржи и они остынут и потом буду делать крем и вот посмотрите у меня получился корж который я потыкала вилочкой он такой но получился красивенький ровненький классный а вот этот вот я забыла потыкать вилкой и вот что с ним стало но ничего страшного я упущу на это на низ и думаю его разрезать может быть даже будет вкуснее вот но остальные коржики я уже буду вот так вот тыкать и вилочкой чтобы они были вот такие симпатичные вот коржики у нас остыли и я делаю крем здесь я смешала банку сгущенки то есть сколько там 250 грамм да и пачку масла тоже 200 грамм просто перемешала не взбивая миксером а вот здесь я взбила 250 миллилитров вот таких сливок я специально взяла которые для взбивания и взбила их прям чтобы они такие крепенькие были что переворачиваете ничего не истекает сейчас я смешаю сливки аккуратненько с сгущенкой с маслом и буду уже собирать тортик обмазывать каждый слой вот этот курс я решил не разрезать такого оставлю у меня будет самым первым и еще выпекла вот эти остатки я поставила побольше на 20 минут ими буду посыпать сверху торт а у нас у нас постоял в холодильнике где-то ну почти часа два но уже всем ним а готов все же хотят его попробовать вот так вот он выглядит у меня в разрезе то есть должен еще подольше постоять чтоб крем схватился но но все решили попробовать вот еще вам хочу показать вот мне пришла посылочка с алиэкспресс я заказывала себе чехлы вот такие вот силиконовые классные чехольчики вот такие ведь у меня с фламинго и красота такая это я уже себе так сказать на весну сейчас у меня другой чехол я могу сказать что я заказываю чехлы и телефон мужа и на телефон сына моего я в школу даю телефон так как мы далеко живем и на всякий случай чтобы я в этом по школе не искала вот и я могу сказать что вот эти чехлы с алиэкспресс ничем не хуже тех чехлов которые продаются в магазинах я как-то покупала себе чехол который стоил где-то около полутора тысяч и за 600 рублей покупала чехол вот в обычных магазинах типа видео или типа маленьких ларечков которые знаете в торговых центрах стоят и они служат ровно столько же сколько и чехлы с алиэкспресс поэтому девочки но я ссылки оставлять не буду у меня на айфон я думаю вы можете в поисковике в на алиэкспресс набрать и заказать себе под ваш телефон любой понравившийся вам чехольчик у меня такой прозрачный с ламинго прикольный и вот такой с сердечками что вот такая у меня еще новиночка и вот так вот выглядит мой тортик на следующий день когда он уже пропитался здесь правда какая-то дырочка образовалась вот вот так вот он выглядит на самом деле такие вещи надо готовить с вечера чтобы ночью простояла в холодильнике потому что вот следующий день и у нас уже половинки нету так что сейчас буду завтракать буду пить кофе с кусочком тортика вот такой у меня получился торт на самом деле очень вкусный и крем вот этот который я сделала со сливочным маслом со сгущенкой и со взбитыми сливками очень вкусный получился моим домашним всем понравилось даже еще в не застывшем виде так что кому интересно я напишу рецепт а также меня часто спрашивают по поводу моих ну скажем так помощников при уборке я вам про два уже рассказывала 1 это швабра который я приобретала в ленте мне кажется все таки это помощник я не скажу что мыть пол стало в одно удовольствие вообще мне кажется такое применить к мытью пола невозможно но все же когда швабра хорошая это уже пол дела можно сказать ссылку на видео где я не рассказываю я оставлю внизу в инфобоксе если вам интересно переходите смотрите также второй мой помощник это робот-пылесос я ним тоже уже рассказывала мы заказывали волос сайта алиэкспресс я заказывала его сама на тот момент точнее мне заказал муж на тот момент когда мы его заказывали у меня даже не было своего канала так что это вообще не реклама в общем оставлю ссылку на видео где я о нем рассказывала внизу в инфобоксе и третий помощник который у меня есть о котором я вам хочу рассказать это вот такой беспроводной пылесос от марки philips он у меня уже где-то два с половиной года примерно но может быть чуть чуть поменьше называется он power pro aqua я не знаю что это за модель и здесь к сожалению не написано и ссылку на него я тоже вам оставить не смогу потому что у меня заказывал его тоже муж и он уж не помню где он заказывал и даже тут не могли вспомнить по какой цене мне кажется он стал где-то 1016 или 20 что-то в этом роде сейчас я вам его покажу поближе вот так вот выглядит этот пылесос вот показываю как есть как он есть у меня в живую значит здесь контейнер вот я как раз убиралась для сбора мусора тут фильтр и уже непосредственно сам контейнер там стоит турбощетка которая все это дело вас пылесосит и здесь есть два режима обычный и режим turbo при режиме turbo начинает очень быстро разряжаться и этот пылесос имеет функцию мойки то есть прилагается вот такая насадка сюда вы заливаете водичку наверно многие уже видели и вот такая тряпочка которую можно стирать стиральной машинки что я и делаю вот она уже со временем она мне сейчас чисто постиранная но все равно стала уже вот такая вот но при этом хорошо моет и еще одна идет в комплекте новенькая она у меня так лежит то есть за два с половиной года вот в принципе эта тряпочка я считаю в хорошем состоянии и липучка тоже в хорошем состоянии все замечательно значит давайте о самой системе влажной уборки которая подразумевает этот пылесос значит суть в том что вот эту воду которую вы сюда заливаете она выходит вот из этой части ну как бы таким капельным путем и смачивает вот саму непосредственно вот эту тряпочку то есть это такая легкая влажная уборка не более того никакие пятна никаких загрязнения особо сильно этот пылесос не ототрет но это удобно вы собираете грязь и одновременно протираете слегка пол в принципе пылесос очень удобный то что нету проводов особенно то что у меня двухэтажный дом да и мне он очень удобен единственное что он пылесосит не так как обычный пылесос то есть он делает такую легкую поверхностную уборку между основной уборкой просто так вот вечером пройтись чтобы было чистенько да отлично замечательно мне в принципе все в нем нравится он ну заряжается где-то примерно часа два работает на постоянном режиме на обычном не на turbo где-то по моему 40 минут но мне этого хватает для того чтобы даже пропылесосить первый и второй этаж быстренько так пройтись то есть все равно там выключили включили что-то отодвинули убрали принципе мне хватает но есть один существенный минус для меня который заключается в том что у меня есть животные у меня два кота и собака собака лабрадор если с котами еще вот куда не шло нормально то собака лабрадора у которой вот такая мелкая шерсть и жесткая шерсть и когда она линяет это прям караул девочки вот честно все в шерсти несмотря на то что мы ее вычесываем на улице и моем и и в общем суть в том что вот это ее шерсть на коврах она просто вот как как иголочками вонзается в этот ковер и и шерсти и во время линьки очень много и когда я использую вот этот беспроводной пылесос у него вот здесь вот внутри вот в этой части маленькая такая трубка на вот она ведь и вот она то есть я я ее зажала вот такая она внутри она соответственно им диаметр еще меньше и вот эта собачья шерсть она просто комком застрет вот здесь и мне приходится руками оттуда это вытаскивать и когда она там забивается получается что пылесос просто не всасывает в себя ничего он просто вот эта щетка вот так вот крутится и если какой-то мелкий мусор то он просто разлетается по всей комнате и минус еще в том что при этом он же уже так как будто бы он пылесосит хорошо никакие датчики нигде ничего не горят то есть я не знаю мне нужно периодически просто во время уборки проверять забилось у меня эта трубка или не забилось если забилось то все это открывать соответственно все открывает то что набилось под щетку которая находится внутри вся эта пыль сразу же разлетается и в этом огромный минус в период линьки я даже не пытаюсь использовать этот гаджет скажем так вообще что я могу сказать вот советую я его приобрести или нет я бы посоветовала все-таки приобрести робот-пылесос потому что это удобнее и это быстрее пока вы готовите допустим или что-то делаете вы можете включить робот-пылесос он точно также соберет всю грязь как и этот пылесос то есть по степени не знаю мощности наверное или по каким-то критериям до насколько чисто убирают они находятся наравне только с этим нужно ходить самой а с робот-пылесосом вы запустили и занимаетесь своими делами точно так же как и в робот-пылесос сюда если внутрь попадает какие-то не знаю те же игрушки от лего то это щетка просто перестает крутиться и если робот-пылесос вам об этом сообщит он просто останавливается начинает пипикать или если у вас установлено приложение то он на приложении пишет что у него что-то случилось да вы подходите чистите то здесь вы не узнаете никак то есть он шумит также как вот если он полностью чистый в общем вот такой вот минус на самом деле и все-таки даже для квартиры даже вот как помощника себе я все-таки рекомендую именно робот-пылесос у него у этого пылесоса philips у него тоже содержит внутри такая же щетка как у робот-пылесоса только ворсинки там более жесткие и он лучше пылесосит ковры с знаете с таким большим ворсом это его плюс потому что робот-пылесос на ковре с большим ворсом он не хочет ездить он просто посередине останавливается начинает пипикать что что-то у него случилось не так но если у вас нет таких ковров то робот-пылесос мне кажется вообще отличный вариант тем более есть робот-пылесос который имеет вот такую же похожую насадку с похожим действием которая вам сделать влажную уборку вот это влажная уборка то есть он просто мокрая тряпочка вот так вот есть это соответственно если какое-то пятно на полу то он не отмоет просто вот пройдется и сделать такую вот влажную уборку легкую и все вот так что вот такие вот у меня помощники я обязательно все-таки начну снимать как я убираюсь надо будет как-то это показать но я такая уже говорила ленивая хозяйка я стараюсь поддерживать чистоту а не разбирать какие-то завалы даже стараюсь себя приучать к тому что там что-то сделал убери за собой что ты сделал убери за собой у меня иногда это не получается но я же все-таки стараюсь так что в принципе вот этот пылесос я не особо рекомендую лучше купить обычный нормальный пусть он будет с проводом но он будет был с хорошей мощностью вы как говорится хорошенечко пропылесосите ковер этот он просто сверху за счет этой щетки он сверху просто собирает какой-то какие-то крошки какой-то мелкий мусор он точно также кстати как и робот пылесос не убирает большой мусор то есть если какой-то не знаю вас валяется фантик то он его не засосет он просто будет его постоянно вот в периодически выбрасывать из своей вот этой вот части где находится щетка так что для меня лучший робот пылесос если бы у меня вначале появился робот пылесос то я бы вот этот пылесос не купила это точно так что вот такие вот у меня помощники из техники ну и дальнейших влогах уже буду показывать как убираюсь и так далее и тому подобное сегодня у меня был такой блог изготовкой я надеюсь он вам понравился был полезен и интересен особенности мой отзыв на пылесосы не забывайте что внизу ссылки на другие видео где я рассказываю про робот пылесос и про швабру но на сегодня я буду заканчивать всех люблю целую и до новых встреч